Игорь Дмитриевич Гурцев, руководитель Международного центра гоминологии, кандидат исторических наук. С продолжением темы гоминология в действии. Поиск смежного человека. Смежного человека. Смежного. Смежного, да. Я подчеркиваю. Я говорил об этом, что мы пришли к выводу, что это все-таки человек, но другого какого-то вида. И поэтому я его назвал Смежным человеком. Это очень удобно в русском языке. Одну буковку заменили и все в порядке. И вот в 2004 году, в конце августа, я приехал к этой Джанис Картер, которая написала, не она, а вместе с Мэри Грин написали вот эту книгу «50 лет с Бигфутами». «50 лет с Бигфутами». Вот она стала наследницей имения, можно сказать, или территории. «50 гектаров», покрытой лесом, перелесками. Речка проходила там. И на территории поселилась группа Бигфутов. Как мы потом насчитали, порядка 16 особей там постоянно обитали во главе с главой клана этого. Его звали, они назвали Фоксом, и так его, собственно, и называли все. А у этого Фокса были дети, а у детей были внуки. Поэтому три поколения Бигфутов на этой территории в 50 гектаров обитали. Ну вот, сейчас можно показать по весь экран. Значит, вот это вот Джанис Картер, мы с ней стали вешать им угощение. Ведерко на сучок вот повесили, и туда помещали собачий корм. Они очень любят это дело. Но что интересно, что мы там же нашли на ее территории вот такие загнутые деревья. Загнутые деревья, заломы, скрученные и прочее. Торчин такие же, как и на вятке, как показывал Сергеев Валерий Иванович. И параллельно я получал от Фокина Анатолия, вот это, я тоже там стоял под одним таким деревом. И Фокин продолжал заниматься этим. И он тоже мне присылал фотографии подобных изогнутых деревьев, заломов и так далее. Это все шло параллельно. Значит, он мне присылал по компьютеру, по интернету. Я сравнивал с тем, что находил там в штате Теннисе. Ну вот мы с Джанисом другую такую вот конструкцию нашли. Типа пересечения, как бы шалашик небольшой. Кстати, такие мы находили, и вот в последнее время, когда мы были в предгорьях Уралов, очень похожая была такая вот пирамидка. Но она повыше даже была по размерам. Вот. Это... А теперь мы переключимся в другую папочку. Сейчас. Под стрелочкой. Дело в том, что я говорил про дедушку. Дедушка нашел вот этого Бигфута Фокса, когда он еще был маленький, там 2-3 года, в 1947 году. А Джанис первый раз увидела этого Фокса в 1972 году, когда ей было уже 7 лет. Ну и вот, когда я к ней приехал, она говорит, что Фокс приходит иногда в подвал этого дома, в котором они живут. Ну, там один дом и 50 гектаров земли, представляете? Больше ничего, никаких хозяев там, никого не было там. И, кстати, скот у них пасся, он тоже за оградой, за проволокой колючей. Нигде вот открытый выпал. Скот у них не ходит в открытую. А был еще у них сарай, там вот в сарай иногда приходили эти Бигфуты. И вот однажды мы, да, вот мы в этом подвале, куда приходил Фокс, там такое стояло кресло старое. Вот, смотрите, здесь вот, знаете, такое заброшенное место. Но сверху вот были трубы, вода к ним в дом проходит и так далее. И мы вот вешали вот такую вот сумочку пластиковую с кормом для этих самых Бигфутов. И вот однажды, когда мы пришли, смотрим, на вот этом кресле, там одеяло какое-то было заброшено, висит вот цепочка с колье в виде паука серебряного, он из серебра. Вот здесь паук, я сейчас покажу его в увеличенном виде. Вот висит вот такая вот цепочка с пауком. Ну, мы посмотрели, посмотрели и оставили ее. Она, Джанни сказала, это не ее изделие. И ее друг там жил с ней тогда, он, Том Ширли, он тоже сказал, это не наше, это они принесли. Ну, хорошо, принесли, принесли, мы оставили. И когда мы пришли на другой день, уже вот это одеяло было сброшено на пол, и эта цепочка на нем была уже на полу. Я тогда так понял, что, ну, раз так, надо, наверное, взять эту цепочку, может быть, это подарок мне. Я попросил разрешения у Джаннис, можно ее взять? Она говорит, пожалуйста, и она у меня до сих пор дома. Вот эта цепочка с пауком, вот она как выглядит на красном фоне. Серебряный паук, конечно, изделия люди делали, но откуда-то они нашли, принесли и положили вот на это самое кресло. Так что я считаю, что вот это был подарочек для меня. И с полным правом его забрал. Из серебра? А? Из серебра? Серебряный паук, да. Там кремо стояло, и цепочка тоже серебряная была. Ну вот, смотрите, после этого, раз приходят туда, я думаю, надо следы какие-то найти. Я тогда стал, мы стали вешать вот под крышу этого подвала какой-то корм вот этот собачий, который мы на дерево раньше вешали. И я перекопал территорию, территорию, то есть, ой, что такое? Не туда нажал, а, все ясно. Сейчас я верну, не на ту стрелочку нажал. Вот. Вот я стою там вот подвинутый. А, вот был момент, когда кто-то подвинул вот эту самую подвеску нашу, корм, ближе к стене. Ну, были-то. Вот я взял эту кирку и там стал взрыхлять землю вокруг на подход. Вот это вход в подвал. У них дом такой стоял на горке, поэтому вход был вот над землей. А дальше под домом было углубление. Вот киркой вот так вот взломал, вскопал землю вокруг и внутри этого подвала. И еще нашел там порошок угольный и присыпал порошком этот самый пол вскопанный. И вот через несколько дней я куда-то уезжал, потом приехал. Как раз, когда я приехал, я зашел в этот самый подвал и смотрю вот эти следы. Следы в этом подвале на угольной крошке вот на переднем плане. А дальше там уголя не хватило. Просто на земле, вскопанной земле, вот эти вот образы. Там, смотрите, велосипеды старые, всякое барахло. Там много чего было в этом подвале. Так вот, остались следы. И когда я позвал Джанис, я первый увидел. Я пришел, спустился, позвал Джанис. Она говорит, о, это следы скики. Она знала это существо. Он говорит, это малыш. Ему, ну, максимум там 5 лет, он еще небольшой. И размер следов был небольшой. Он был, у него была повреждена нога. Очень сильно, видимо, болела. Он очень много пищал. И поэтому ему дали такое имя, скики. По-английски, если переводить, это писклявый. Вот. И вот этот скики пришел. И Джанис сказал, она обладала немножко телепатией. Она говорит, Фокс был очень недоволен, что я там копаю, вскапываю землю. И поэтому он там пробурчал, что он сюда больше не придет. А вот этот скики, молодой малыш, он отважился. И пришел, взял корм, взял корм, который был подвешен. Там был у нас двойной мешочек такой. Его разорвали. И из этого мешочка забрали половину или больше половины даже этого корма. Вот таким вот образом. А я уже взял гипсовый порошок и вокруг обрисовал этот след. Почему? Потому что он сам по себе, сам слой вот этой скопанной земли был неглубокий. Поэтому следы были неглубокие. Но все равно я залил гипсом и обрисовал вот этот. У меня этот гипсовый слепок до сих пор дома находится. Размер примерно 42-43, если по человеческим меркам, по нашим меркам смотреть. И она говорит, что это молодой, младший. Вот этот пятилетний скики оставил. А, и почему она сказала про... Вот это я гипсовый след заливал, очищал его. Почему она сказала, что это скики? Потому что у него, смотрите, одна ступня шла вдоль дорожки, а другая ступня поперек. Одна вдоль, другая поперек. Вот он так ходит. У него нога сломана была, заросла не так, как надо. И она пошла... Поэтому вот след был вот такой вот, понимаете. Вот такие дела. Вот размер его. Да, здесь можно около 30 сантиметров. 28 сантиметров. Нет, это скорее всего даже 36-й вот такой вот примерно размер. 36-й размер. Длина следа 28 с небольшим. Хотя 28 у меня ступня 28. Да, 43-й, правильно, 43-й размер. Вот этот... И потом мы там занимались всякими расследованиями и прочее. И мы посчитали, что там 16 особей находятся в этот момент. Вот это что касается... Да. И вы знаете, когда мы это обнаружили, я должен был уехать уже. Прошло 4 недели. И я должен был уехать. Но я взял еще, значит, перенес отъезд на неделю. И вот мы пошли в лес. Она говорит, пойдемте поищем волосы в лесу. Наверняка они должны были оставить. Ну, я вот рассказываю, потому что это именно интересно, подробности такие. Мы приходим туда, в этот самый... Там овраг. Они с этим томом стали кусты... Обладили кусты, там искали волосы. А я как-то скептически к этому подошел. Думаю, ну что мы там найдем на этих кустах? Неизвестно что. И стал просто вокруг ходить, смотрю. И вдруг я вижу вот такое растение, высотой с мой рост, надломленное. Вот видите, вот на этом снимке видно, что растение травянистое какое-то. Я не знаю, как оно называется. Оно надломлено. И тут мне сразу мысль такая пронеслила. Я говорю, ага, это их работа. Значит, сейчас надо искать рядом какие-то другие следы. Вот тут я как-то вдохновился, смотрю. И рядом буквально нашел гнездо. Очень интересное. Вот оно, это гнездо. Я в него прилег. Сфотографировали они меня. А вот смотрите, вот от меня справа, на фотографии получается, слева, там были кусты колючие. И там очень много волосков было на этих кустах. Вот волосков здесь, вот на этой стороне. А справа, вот здесь согнутая такая вот елка. Она была согнута. И прижат ее кончик, этот самый верхушка, прижата каким-то бревном. И на ней вот это сено. А и, кстати, сено было разложено внизу, на этом самом, в этом гнезде. А мы посмотрели, сено у них было вот в таких ролях за 100 метров. Ближе не было сена. Они притащили, поселили сено вот в это гнездо. И вот я здесь на нем расположился. А потом получилось так, что я думаю, ну хорошо, давай посмотрим, что рядом. Оказывается, вот за этой согнутой елкой, тоже прикрытой сеном, второе такое же гнездо было. Второе. А еще потом стояло дерево. И за деревом еще одну треть. То есть, получилась трехкомнатная квартира. И все это выстлано сеном. Вот они располагались там иногда. Значит, я их позвал, конечно, мы... Вот это вот, я нахожусь в том гнезде, а вот эта согнута елка просто с другой стороны. Уже со стороны второго. Это вот второе гнездо, рядом которое находилось. И третье было. Третье было с другой стороны. Вот за этими деревьями. Ну, а потом, когда мы пошли домой, стали возвратить и мимо оврага проходим, и Джанис вдруг говорит, слушайте, смотрите, что я нашла. И вот такая вот, вот эта нога, я не знаю, это моя, похоже. Да, это моя ступня в этой кроссовке. Значит, и вот такой глиняный шар, слепленный из глины, а внутри в него запечатали прядь волос или шерсть, ну, волос какого-то животного, небольшого, похоже на кабана, может быть, какого-то другого. Я до сих пор не знаю, я хоть показывал зоологам, но мне толком никто ничего не сказал. Значит, вот такой вот глиняный шарик, явно слепленный руками, и в него впечатанный волос. Вот она показывает рукой, этот шарик, а вот в увеличенном виде. Он у меня до сих пор дома лежит. Вот я его привез, и он у меня дома лежит. Ну, похоже, что это шерсть, может быть, это волосы дикобраза или кабана какого-нибудь там, скорее всего. Такого какого-то животного. Это их работа. И Джанис предположила, что это они такую игрушку сделали для своего детеныша. У них как раз был там в это время детеныш, по нашим наблюдениям. Ну, вот еще вот такая фотография. Я говорю, значит, Джанис, а почему бы ты не сфотографировала никогда? Вот они выходят из подвала. Она говорит, вот давайте я вам покажу, как было. Я, говорит, взяла фотоаппарат. Вот она стоит с фотоаппаратом. Я, говорит, взяла фотоаппарат, подошла ко входу в этот подвал и говорю Фоксу, Фокс, выйди. И когда Фокс вышел, увидел, что у меня фотоаппарат в руке, я только хотел его поднять. Он вот так опустился на корточки, руками уперся в землю и на четвереньках быстро проскочил вот сюда, вот в этом направлении. И там овраг, через овраг перескочил и убежал. Он не дал его сфотографировать. Но мы эту сценку вот воспроизвели в этой фотографии. А это волосы косички, кстати, которые она потом, когда я сказал, что я занимался косичками, она мне говорит, у нас один сосквач, она его звала Бо. Говорит, вот он заплетал вот такие косички. И вот она мне показала эту косичку, у них лошадь была, и они держали лошадей там все. И вот она показала косичку, которую конкретно сплек, конкретный Бигфут Бо, по имени Бо. Вот она показывает растения, которые они едят. Значит, оно для нас ядовитое для людей, а для них это спокойно, они его, так сказать, используют. Вот что касается этой поездки к Жанис. Это было в 2004 году. Ну, кроме того, там одна исследовательница была Мэри, Мэри Грин. И я с ней тоже встречался. Она, кстати, вот, она с автор вот этой книги, Мэри Грин. И я к ней, с ней тоже встречался. И мы с ней ездили в такой национальный парк Стандинг Стоун, называется, это стоящие камни. И там нашли очень много и следов, и конструкций, которые они делали. Вот одно я вам покажу сейчас. Вот это Мэри Грин. Джанис Картер вместе с... Мэри Грин стоит так. Вот, Мэри Грин, она очень грузная была, большая, инвалид была. И я у нее дома тоже провел несколько дней там в штате Теннисе. И вот мы ходили в этот самый Стандинг Стоун, и там кое-что нашли. Вот что мы сейчас нашли, это я покажу вам. Вот, например, такая конструкция, составленная из деревьев, деток. И что интересно, там такие рейнджеры, охранники этого парка находятся. Мы пришли к одному охраннику, и вот фотография. Я говорю, я сейчас не помню его имя, у меня записано где-то, ну, это самое. Я его спрашиваю, вы знаете, что вот такие появляются в строении? Он говорит, да, знаю. А кто их делает? Я говорю, не знаю. А люди делают? Нет, мы за этим следим, люди не делают. А кто делает? Я не знаю. Вот все, что от него я мог добиться. Они не знают и не интересуются этим делом. Может, и знает, догадывается, но не говорит, понимаете. И он упорно ставил на это. Я несколько раз его переспросил. Он говорит, не знаю, не знаю. Люди? Нет, не люди. Ну, что делать? Вот такая ситуация. Так, сейчас посмотрим дальше, что у нас. Ну, это вот, что касается вот этих конструкций. Я говорил, что и навятки, и здесь такие были. Ну, я говорю, мы обменивались в это время с Фокином перепиской. Он мне показывал фотографии. А вот есть другая категория находок. Это как бы их поделки. Поделки ручные. Ну, вот здесь. А, это здесь все. Хорошо, я быстренько проскочу сейчас. Это вот по лошадям я не показывал много. А вот разные косички с ленточками плетеные. Вот еще, вот еще косичка. Вот смотрите, какая интересная. Многослойная. Вот еще разные такие вот эти ленточки на гриве. Вот разного цвета ленточки даже они подвешивали. Ну, это уже у нас, вот на территории России, эти косички. Все. Просто небольшой экскурс в прошлое к косичкам. А вот я вам покажу сейчас, что у нас было в Ленинградской области. Мы ездили в 2009 году. В 2009 году ребята увидели одно такое существо. И они мне написали письмо. Один воеводин, его фамилия была, он сам лично видел это существо, оно трясло деревья. Он испугался, убежал, потом увидел следы, прислал мне фотографию. И вот я поехал, и мы с ними провели несколько дней на этой территории. Кстати, там пустынная местность, там были бои во время войны. И уничтоженные деревни были. Очень много людей захоронили. Я вот недавно только что с этим столкнулся, с этой информацией. Там порядка 200 тысяч людей погибло в это время. А вот копатели откопали только кости 40 тысяч. А еще остальные не найдены. Мы там находили шлемы пробитые, какие-то остатки посуды и так далее. И вот в том районе очень активны были вот эти вот существа. Ну вот, например, я сейчас покажу вот эти такие же заломленные деревья, как вот у Джанис были аналогичные. Ну вот еще показываю. А это сейчас я вам покажу подробности. Это вот такие вот заломы. Вот одно очень интересное привлекло мое внимание. Вот это, знаете что, это вот такое дерево, тоненькое деревце. Оно похоже на рябину. Она вот так загнута дугой и подсунута под сучок березового кола, можно сказать, березового жерди, которое воткнуто вниз, вверх ногами, в землю. И под этот сучок подоткнуто, загнутое вот это вот самое деревце. А другое деревце, рябин, тоже вот здесь растет. И оно тоже было под сучок заведено. Вот сейчас вы видите. Вот мой сын нарисовал мне по моей просьбе схему этого строения. Вот смотрите, вот это вот загнутое дерево. Вот здесь вторая рябинка, которая вот снизу росла. Они подоткнуты под сучок березового кола, который вот. А вот что интересно, сверху, сверху вот на этой дуге, такой крючочек висит. И он не мог упасть, потому что он задвинут, вот отсюда он задвинут, под это ответвление висит этот крючочек. И мы такие вещи находим в разных местах. То есть это явно, так сказать, сделано руками. Ну вот здесь это просто элементы показаны, как это все происходит. И второе такое создание очень интересное. Сейчас я его вам покажу. Вот. Вот сначала вот в натуре как это выглядит. Это я из двух фотографий сложил. Одно дерево, ну вот здесь покажу на схеме, как оно было. Одно дерево заломлено, и перекладина заложена на второе дерево, на ответвление. А вот эти вот верхушечки, вот здесь ветки заломлены, и они упираются вот в эту самую перекладину. То есть очень замысловатое такое создание. Это было в Ленинградской области, вот где мы работали с этим, с Воеводиным. То есть вот это уже, можно сказать, их изделия рукотворные. Вот еще что такое. Извините, а можно спросить? Да, пожалуйста. А как они используют эти изделия? Это для развлечения или они... Вы знаете, надо этим заниматься. А кто будет заниматься? Вот я поехал, посмотрел, все на этом закончилось. Никто больше... И эти ребята потеряли интерес к этому, у них другие задачи. Они копатели, они ходят, находят какие-то оружия и все что-то. И все, больше никто этим не занимался. Поэтому надо этим заниматься, надо это исследовать, надо изучать. Я вам не могу ответить на этот вопрос даже, понимаете? Сейчас, куда-то моя стрелка, вон. Самая двоя экспедиция. Ну вот, и теперь я что хочу сказать, что дело в том, что вот эти человеческие качества, та же самая Джанис нам говорила, что они обладают речью, членораздельной речью. И мы этому даже сначала не поверили. Она говорит, что она с ними разговаривала. Но я, к сожалению... Я не могу сейчас найти, сейчас, минуточку. Так, презентейшн. Еще раз. Смежный человек. Так. А, вот, нашел. Значит, Ленинградская. Ленинградская область. И это самое. Вот. Уже в 2011 году, В 2011 году я поехал в Штаты тоже. И был на одной конференции, выступал. И мне как раз рассказал про эти косички. А мне один участник конференции, Боб Дейгл, говорит, а вот там в Штате Мичиган есть женщина, у нее пони во дворе. И вот он, появляются у него косички и все такое прочее. Я заинтересовался, поехал туда потом в 2011. И у меня палатка была, я в ее дворе расположился палаткой. И вот я увидел этого самого пони с косичками. А потом сама женщина, это Джа, Робин, хозяйка, она мне показала, вот такие косички появляются на этом самом пони. Мало того, они еще хулиганят и как бы балуются. Берут вот эту вот, значит, веревку этого пони, обмотают вокруг дерева, не дают ему ходить. Или его, это самая, емкость для воды возьмут, перевернут, выльют ее. Много таких вещей происходило. А потом начали там всякие, вот эти косички, вот она показывает, Робин. А потом, когда мы начали ходить по лесу, мы нашли очень много интересных находок. Ну вот, однажды, это уже было в 2012 году, 10 февраля как раз, мы проснулись и смотрим, нет, это было в январе, да. И смотрим, прямо на крыльце у Робин было вот такое пластиковое ведро, а они выбили дно из этого ведра. Рядом здесь стоял этот самый, коробка с цветами. Эту коробку засунули, ящик, ящик с цветами. Засунули между вот этими баляснями, вот он, например, вот так вот засунули. Дальше ведро это... А еще была скульптура, уточка, бетон, из цемента сделанная. Она весила килограмм пять, больше. Ее перевернули, выбросили и так далее. То есть вот по хулигану, это было 1 февраля. Потом получилось так, что вот это вот под этим самым, под домом у нее, там был подвал, под пол, но он над землей был, не врыт в землю. И вот эти отверстия были под домом. Я говорю, Робин, там же трубы у вас проходят, мороз может заморозить эту воду, там еще у вас труба не пойдет. Давай закроем, давай закроем эту вот дырку. И мы, я лично сам поставил два пластиковых больших ящика и закрыл вот это вот отверстие. Буквально на другое утро мы встаем, вот видим вот такую картину. Этот ящик отброшен сюда. Эти два, эти пластинки такие были фанерные, тоже отброшены. Они, не понравилось им, потому что они залезают под дом и там что-то делают. Ну, вот это общая картинка, вот это крыльцо, на котором они там хулиганили, вот это Робин. А Робин говорит, что они приходят и она им дает еду, там все, и они приходят, ей камешки, как говорится, в ответ приносят. Игорь Ильич, ну давайте вопросы. И у нас еще мало осталось времени. Я хочу сказать сейчас, значит, там в Штатах, почему вот очень плодотворно мне приходилось заниматься, потому что там они живут немножко по-другому, не так, как у нас. Вот, например, казалось бы, у нас в деревне, да, у нас в деревне одна улица, две улицы, три, есть и маленькая деревушка. А все равно до леса надо идти через поле, там еще куда-то далеко. А у них прямо в лесу стоит дом, они этот лес никак не используют, живут прямо в лесу. Ну, и вот сколько я прожил у Робин, пару месяцев сначала, потом еще два месяца, я не видел вообще соседей, только они одни. И вот они приходят, эти существа, на самую эту территорию. Ну, в подтверждение хочу сказать, что да, много я находил там вот этих вот косвенных улик, но кроме того, вот однажды мы нашли очень хорошую цепочку следов. Вот сейчас я, вот следы заливали гипсом, потом вот, ну, эти строения. И что интересно, вот такую из палочек они даже выложили фигуру, гексограмму, шестигранную звезду. Понимаете, вот это я обрисовал уже красным. А они просто из палочек, то есть они имеют какое-то отношение к эзотерике, то есть они знакомы с этой эзотерикой. Даже вот такие вещи вот происходят. Они знакомы с этим символом. А? Они знакомы с этим символом. Они не только с этим символом знакомы. Дело в том, что у нас в Челябинской области пятиконечную звезду тоже выложили они из стволов. И потом треугольники разные, там пересеченные и так далее, и так далее. В общем, довольно... Вот этот момент тоже я сейчас об этом скажу, и потом, пожалуйста, вопросы. Вот до того, как эти ящики двигают, я с другой стороны дома увидел вот такую дырку. Я говорю, слушай, Робин, а давай, для интереса, закроем. Что они сделают? Мы закрыли вот шифером вот эту дырку. Потом пришли, а они смотрят. Они сделали, знаете, что... Вот. Дырку открыли, а вот из сайдинга выдрали, видимо, вот так пальцами, выдрали кусок пластмассы. Это надо было какую силу иметь, чтобы вот так рукой взять ребристую эту самую пластмассу и вот так отодрать. И бросили рядом этот кусочек. Им он не нужен. Они просто выразили свое недовольство этим, значит, что... Вот второй случай там же. У меня была палатка во дворе. Приехали какие-то люди, которых она, хозяйка, не очень любит. Ну, поскольку они исследователи, они расположились тоже палаткой. И у нас две палатки во дворе стояло. И ночью в 4 часа вдруг я слышу, я в палатке, они тоже в палатке, слышу грохот какой-то. Я вскакиваю, говорю, а этот... Его звать... Тукем Макларен. Тукем он фанат был мотоцикла двухкамерного, две камеры. Тукем Макларен. Я говорю, что такое? Не знаю, говорит. Кто-то там чего-то ломает. Ну, мы подумали, подумали, может, в лесу это такой звук раздается. Он походил, я походил. Ничего не нашли. Утром встали, смотрим, а у нее собака была на большой длинной привязи. И вот ее кормовая, эта самая миска была разбита. Оказывается, это за гаражами было. Вот я вам дом показывал, за гаражами, поэтому мы не видели. Значит, разломали ее миску, в которой вот такой вот корм собачий был. Но это уже поставили новую миску, фиолетовую. А вот старая, разломанная была. Они часть корма съели. Но миску разломали. Мы расценили, что это протест против приезда вот этих людей, которых хозяйка не очень любит. Понимаете? Потому что, вот, да, и мало того, они еще, вот дерево, собака была привязана к дереву. А вот это был бассейнчик маленький. Он с этой стороны был вкопан собакам, чтобы они могли плескаться в жару и прохлаждаться. Так вот, бассейн выдрали из земли и перенесли его метров на 10 вот сюда, вот бросили. Вот такие вот вещи они. И то, что сейчас происходит, мы, я был недавно в предгорьях Урала в экспедиции, они тоже там хулиганят часто. Это как бы их проказы. Они шутят таким образом, очень грубо. Я даже вот главу про Робин написал в этой книге. В другой книге я ее не принес. И я ее называл «Лесные проказники». Вот они такими вещами занимаются. Ну, теперь, пожалуйста. Да, вот еще я хотел... Там довольно высокая субкультура. Вот такую кепочку я привез. Здесь вот снежного человека этот самый след изображен. А вот смотрите, там есть специально даже женская группа, которая занимается поисками. Вот они такую футболку выпустили. Мне на память подарили. Здесь написано «Girls Gone Squatch». Девушки ушли на поиски снежного человека. Со сквачь. Давайте мы кому-то из девушек наденем это и сфотографируем. Так она большая. Она большая. Я под свой размер ее брал. А зачем вы про девушек брали? Можно вопрос задать? Да. Скажите, вот у них есть когти? Как он выдрал этот сайдинг? Потому что нужно было бы его подеть или когтями? Вот так вот взяли руками, пальцами. И сильные очень пальцы. Просто выдрали кусок. А когти есть у них? Ногти. У них не когти. У них ногти. Но острые? Нет. Они просто твердые очень. Как стамески. Вот как стамески. Понимаете? Чтобы выдрать сайдинг, это нужно туда немного всадить ногти. Нет. Не надо всадить. Он ребристый. Вот так вот схватили и выдрали. Понимаете? Вот так вот. Как этот самый палец. Какая же у них это сила? Вот сила. Да. Сила у них огромная. Они деревья гнут совершенно спокойно. 20-ти сантиметровой толщины. Деревья гнут. Ломают их. Даже больше. А может они включают энергетику. Каким-то образом энергетикой действует на это. Они могут размягчать, я думаю. Понимаете? Они воздействуют на структуру материала. Я считаю, что они воздействуют на структуру материала. Меняют эту структуру. Понимаете? И могут делать ее мягкой, податливой. А потом обратно возвращают в ее исходное состояние. Ну давайте. Вопросы. Нет, если тогда следующие. У меня есть вопросы еще. Ну короткие. Как вы думаете, во сколько раз они сильнее человека? Ну я не знаю. Никто не считал во сколько раз сильнее. Они могут дерево свалить диаметром 40 сантиметров. Вдруг вот человек идет, что-то не то сделал. Дерево падает и все. Перед ним или на расстоянии. Как правило, они не наносят травм человеку. Но пугают очень сильно. Вот если дерево перед вами вот так упало, чуть ли не коснувшись вас. Конечно, вы испугаетесь. А нашу будку они там трясли со страшной силой, понимаешь. Мы там сидели, у нас и со стола падало. Ну, выдержали, как говорится, натиск. Но они, наверное, вот так вот хотят, наверное, загнать человека, да? Скорее всего, вот я думаю, они испытывают. Вот как говорится, если человек выдержит их натиск, то дальше начинается дружба. А вот они вот как-то вот испытывают человека. Вот даже когда я рассказывал про то, что руку дернул Андрея строганого, руку вот так резко. Андрей говорит, слушай, больно, не надо так сильно. Второй раз он уже мягко потянул это дело, понимаешь. Но он понял, что человек выдержал и не боится его. И он дальше уже начинает. Вот ко мне они очень относились вежливо, тактично и щадяще. Не причиняли каких-то там больших. А вот другим немножко. Но кто как провинился, так и получил. Они, соответственно, я могу потом подробности рассказать. Это зависит от поведения самого человека в лесу. Если человек не нарушает, они к нему хорошо относятся. А если человек начинает там что-то или выпьет, или начинает там хулиганить чего-то, тут уже, конечно, над ним начинают издеваться. Вот такое у них поведение. Ну ладно, все, спасибо вам за внимание. Спасибо. На сегодня мы...